всем привет на связи канал уже не доктор пришел пришла пора пришел час для того чтобы записать новый выпуск ответ на комментарии в особенности очень много комментариев поступило ввиду последнего видео там много интересных замечаний на которые я бы хотел ответить поехали так док почему ты смотришь не на nasdaq она nasdaq 100 ну потому что есть грубо говоря акция nasdaq а есть фондовый индекс nasdaq 100 вот меня интересует именно фондовый индекс поставил дизлайк за диктатора считаю что трейдеру ни к чему такие высказывания украинское правительство тоже далеко не сахар николай лапшин таких комментариев в самом деле много я вчера заблокировал человек 10 оставляющих похожие но гораздо более грубые комментарии в адрес украинского народа и которые так сказать диктатора в россии путина обеляют говорят что он делает все правильно но я считаю что такие люди на самом деле не могут мыслить дальше чем на один день вперед ну наверное интеллекта не хватает я не знаю в чем причина вот воспитание генетика скорее всего ну скажем так эти люди это биомусор для меня поэтому я таких людей которые там остро высказываются я буду блокировать а по поводу диктатора далеко не будем ходить обратимся значит к словарю ожигова например диктатор это правитель пользуюсь пользующийся неограниченной властью тот кто ведет себя по отношению к другим властно и нетерпимо значит по факту да это вот если у претензии по поводу слова диктатор то есть все претензии кожегову но предъявить ему вы их не сможете потому что сожалению его уже нет с нами вот кто такой путин да это человек который у власти уже не один десяток лет люди молодые люди до которые на самом деле почти мои ровесники немножко младше они другого президента не знали не помнят путин это тот человек который меняет конституцию ему наплевать на мнение собственного народа это я вижу лично да ему наплевать на мнение дружеских дружественных народов то братских народов которыми он по крайней мере который он так называет а это что отсутствие признания суверенного государства вообще в принципе он так и относится к украине да это его слова не мои что вот следует провести деноцификацию и демилитаризацию то есть в принципе для него украинская нация как и для многих для многих диктаторов советской власти не существует поэтому диктатор это фактически это слово которое я выбрал из словаря то что подходит под описание путина и он на мой взгляд самый что ни на есть диктатор и есть множество факторов свидетельствующие на то что это на самом деле диктатор который поддерживает точно таких же диктаторов по всему миру и и в если вы посмотрите на союзные государства россии на сегодняшний день там точно такие же диктаторы в основном да возьмем беларусь лукашенко вот возьмем венесуэлу мадуро и так далее вот друзья россии при нынешнем диктаторе вот то что там в украине власть она тоже у него рыло в пуху но есть факт ни одного украинского солдата нет на территории россии вот а соседний дом моих друзей сегодня утром разбомбили в него попала ракета вот поэтому товарищи биомусор если вы отпишитесь от моего канала я буду счастлив на самом деле я говорю на языке фактов у меня есть тоже некоторое мое эмоциональное состояние по поводу происходящего но я стараюсь его не применять сюда но реально биомусора дофига сегодня я бы хотел конечно чтобы вы попытались осознать что выберем но у вас нет мозга чтобы это осознать поэтому я по сути говорю в пустоту очень жаль вот по поводу вне политики почему ты молчал когда 8 лет украина убивала своих граждан россия не бомбит мирное население начало было бы уже тысячи и тысячи жертв во-первых денис калинин такие комментарии по поводу того что украина бомбила донецк и луганск я почему-то вижу их в большом количестве в последнее время вы это наверное где-то услышали по своему пропагандистскому телевидению скорее всего просто у меня очень много друзей именно из донецка люди которые оттуда бежали и на самом деле остается большим вопросом кто тогда бомбил донецк и луганск россия или украина судя по действиям которые происходили недавно до когда россия проводила массу провокации для того что по чужим флагам для того чтобы создать так сказать причину для вторжения в украину до пытаясь обмануть всю мировую общественность мы видим почерк этих людей и уже тогда были заявления о том что россия сама бомбит и террористы к сепаратисты которые оккупировали эту территорию сами себя бомбят для создания так сказать прецедента для того чтобы обратить на себя внимание общественности и якобы под этим под этот весь шумок получить защиту от россии итог мы видим признание днр и лнр независимыми государствами со стороны россии чтобы защитить их защитить от кого просто например очевидцы люди которые там жили мои друзья которые сейчас уехали оттуда и живут в киеве и у них соседние дома попадают ракеты они уехали от войны оттуда и приехали в украину чтобы жить дальше спокойно их опять это настигает в очередной раз люди снова через это проходят так вот они очевидцы которые мои друзья которым если смею доверять ряд что бомбили именно же свои же именно вот сепаратисты из донецка и луганска то есть бомбили сами собственно население при помощи россии и то что происходило совсем недавно подтверждает эту теорию что действительно запросто такое могло быть что товарищи сами себя бомбили я исхожу из логики стараюсь эмоции в сторону но большому количеству биомусора это не понять к сожалению так что ты несешь какая дикта какой диктатор какая война чистка недобитых фашистов терроризирующих сложный народ доведенный до нищеты очень легко писать подобные вещи когда ты ни разу не был на украине никогда не встречался с украинцами и смотришь только пропагандистская тв которая рассказывает что там уничтожают русскоязычное население чем собственно запугивали людей днр и лнр что якобы какие-то карательные отряды будут уничтожать русскоязычное население и русский мир под этим под этим шумом так сказать провозгласить какие-то республики сипрастистские и классно наблюдать за людьми которые прям вот все знают только издалека сидят своих уютных тихих теплых квартирках далеко от взрывов и они все знают да вот я украинский человек я я гражданин украины я пожил в россии много лет в украине много лет в европе много лет я знаю что и там и там и там полно хороших людей я знаю что вот ну по крайней мере в россии в москве где я живу очень много моих друзей которые не разделяют путинскую власть но они ничего не могут поделать потому что это диктатор но я общаюсь в основном с продвинутыми умными людьми которые чего-то в жизни добились они прекрасно понимают как работает вся эта машина диктаторская как пропагандистская и они как успешные люди развитые люди способны мыслить собственной головой но к сожалению к сожалению большая часть населения на самом деле она является биомусором чисто бактериями для того чтобы поддерживать существование такого государства и вата которая находится в голове вместо мозгов впитывает всю ту пропаганду которая льется с телеканалом российских то что там происходит но я лично наблюдаю из российскими за украинскими телеканалами там и там есть пропаганда но пропаганда которая есть в россии это конечно переходит все границы ну то есть это мое мнение оценочная до которой вот я вижу со стороны я вижу что это просто лютый пиздец извините за выражение и такие вот как александр такие как вот там николай денис вот у вас в головах извините меня за выражение вата вместо мозгов которая впитывает в себя кал который в него льет вот это я вижу со стороны понять я могу оценивать ситуацию нет просто с однобокого взгляда у меня жена гражданка россии я очень тесно связан с русским народом для меня это братья но я прекрасно понимаю что умные люди которые пытались что-то изменить им просто не дали не дали да то есть те митинги которые сегодня проходят массово в городах россии там же просто людям не дают еще сказать их просто пугают а вате которая все это видит им кажется что так и должно быть то есть вата она в принципе должна быть подчинена она должна быть рабами вот свободным людям к сожалению их недостаточно сегодня в россии чтобы они могли что-то изменить и это понимаю прекрасно вот так это по поводу политики что я хотел бы высказаться причем заметьте я никого не обменяю есть как бы все на своих местах есть диктатор есть его действия есть русский народ для меня это отдельные вещи есть вата которая в это все верит но от того что вата перестанет верить но особо мне кажется ничего не поменяется потому что ну такая какая-то ситуация в мире происходит и мне кажется это на только начало чего-то очень плохого и большого намного больше вот то что сейчас происходит с в мире для граждан россии к сожалению тоже ничем хорошим не закончится скажи пожалуйста очень хотелось бы знать твое мнение о среднесрочной перспективе китайского рынка также ожидается его падение вместе с америками или имеет ли смысл покупать по текущим ценам в средне долгосрок заранее благодарю но я павел особо не изучал китайский рынок но много слышал о больших перспективах именно китайского направления сам лично незачем особо там не наблюдаю кроме одной компании это alibaba она сейчас стоит в районе там 100 долларов но у меня стоят ордера на покупку в диапазоне от 60 с копейками по моему до 87 долларов если же все-таки повезет и цены туда опустятся то там я закуплюсь на первую на первый такой транш если я увижу что alibaba будет дорожать и разворачиваться потому что насильно подешевела раз в пять наверное своих максимумов я буду ее докупать то есть первая покупка у меня будет на тех уровнях если цены это скажи пожалуйста что с дейзи дейзи работает у дейзи сейчас в конце марта будет большая конференция в дубае не знаю поеду я или нет скорее всего что поеду они запускают большое направление по майнингу они будут майнить bitcoin у них сейчас выровнялась немножечко ситуация прекратились убытки чуть-чуть появился доход даже несмотря на падение всего рынка если брать api ключи которые есть у меня на моем бинанс аккаунте то они вышли из минуса и перешли в небольшой плюс там за счет того что у них спот работал хорошо нет споте заработали мне чуть-чуть там пять или шесть процентов не стран то что bitcoin упал и выровняли минус который был по фьючерсам за счет того что они заняли от 42 тысяч короткую позицию по биткоину и по эфиру там от 2 800 стыдно за путина и россию игорь вам не должно быть стыдно на самом деле я знаю что у нас что это за ощущение я знаю что люди россияне как бы принимают на себя я вас не виню я реально вас не виню никого не даже не виню тех солдат которые сейчас находятся на территории украины я понимаю что ну кто-то из них безусловно по собственной воле и считаю что действительно нужно ехать из и спасать так сказать в кавычках братских братский народ но я думаю что многие из них это просто зеленые ребята которые только-только закончили школу это просто дети которым которых заставили поехать и у них нет выбора и мне на самом деле их точно также жаль вот и я считаю что вам не должно быть стыдно за то что делает диктатор вашей стране вот конечно все что от вас возможно да вы там можете делать но я считаю что это не должно быть в ущерб вашей безопасности и вашему благосостоянию потому что пытаться бороться с этими диктаторами это дело неблагодарное на текущий момент ты уже такое ощущение что надежда умирает я не знаю что должно произойти чтобы что-то здесь изменилось вот и я не знаю что будет сейчас в украине я знаю что я не хочу жить в россии я наверное буду уезжать из россии я все таки мне близок не совок не близок мне близки русские люди и русскими менталитет но совок по направлению которому идет россия мне совсем не близок мне ближе западная культура поэтому я наверное улечу жить в европу или в америку если если украина окажется захваченной россии конечно но в любом случае я думаю что в украине сейчас будет очень неспокойно я думаю что это все затянется надолго если я не знаю какое там может быть сейчас уже после всех этих событий в украине жизнь наверное не очень хорошая поэтому к сожалению и в украину я не смогу полететь вот выберу где-то может быть дубай есть много мест в мире я вообще на самом деле я бы не сказал что я прям ярый патриот вот самое что интересно вы можете много чего услышать может показаться что у меня какая-то очень достаточно эмоциональная речь это так и есть но я бы не сказал что я прям патриот я искренне говорю что я не готов например взять оружие в руки и защищать например украину там стрелять в российских солдат не готов я жить хочу для меня в первую очередь конечно родина там где я живу она в течение всей моей жизни может меняться как бы это ни звучало но я вижу что мир идет по направлению глобализации и постепенно мы идем к тому что границы будут в мире стираться и мне кажется рудиментарным поведение сегодня пытаться захватывать какие-то страны чертить новые границы и так далее с учетом того что сейчас происходит глобализация стираются границы информационные границы стираются и государственные границы то есть все мы смотрим одинаковые голливудские фильмы все мы смотрим одинаковые читаем одинаковые книги все мы учимся по одинаковым учебником каким-то ну там если бы не брать школьную программу на какие-то известные люди есть все это постепенно то есть технологии мы пользуемся одинаковыми технологиями все это стирает некоторую границу между людьми во всем мире да то есть когда вы смотрите американское кино вам же близко происходящее по духу да что происходит на теле экране вы же понимаете о чем там идет речь вы же понимаете что у вас вызывает это одинаковые эмоции что американцы что и у вас одинаковые эмоции возникают поэтому думать что каждая нация на сегодня как-то сильно особенно друг от друга отличается я бы на вашем месте не стал и я по роду своей деятельности пообщался с большим количеством и американцев и европейцев и пожил в европе не один год и часто там бываю и побывал и во многих азиатских странах и в китае и в малайзии и в таиланде и и в арабских эмиратах если уже брать такой ближний восток больше вот такую азию среднюю ближнюю вот поэтому турция египет я общаюсь с большим количеством да есть какие-то страны где явно чувствуется недостаток образования где люди ведут себя более дико но и среди них тоже встречаются образованные люди если человек образован то он ведет себя как человек если он не извините меня не получил образование и воспитание и рос в ежовых рукавицах ужасных условиях и ему с детства какую-то дичь в голову вбивали то конечно из такого человека вырастает дичь вот но это все решается и за прогрессом так сказать не заржавеет поэтому я лично отказываюсь жить в каких-то ужасных условиях несмотря на то что меня это очень сильно печалит на то что что происходит в украине я искренне болею за ситуацию в украине из-за всех своих друзей и родственников и надеюсь что у них все будет хорошо там и я надеюсь что диктатор каждый диктатор в этом мире будет наказан и получит по заслугам что нельзя так делать вот поэтому игорь не стыдитесь вы понимаете все что происходит сегодня в мире и я рад за вас самое главное чтобы вы это осознаете главное доктор сказал год или два ждать будет низкий курс самый выгодный покупка активов ну смотрите борис дело в том что есть волновая теория мы можем на нее опираться но до сто процентов ей доверять доверять нельзя полного теории нас с вами ждет крупная медвежка с некоторыми периодами бычки вот и на них тоже зарабатывать но стратегия купил и держи она работать ближайший год два не будет поэтому здесь надо будет купить и при получении какой-то мало-мальски и приличной прибыли просто ее фиксировать и все да то есть не не передерживать то есть не планировать сейчас инвестиции на 10 лет вперед вот их стоит планировать когда уже будут признаки развороток более глобального там уже можно будет на 10 лет вперед что-то купить и все спокойненько держать так я сам из украины спасибо что поддерживаешь нас и переживаешь отдельно тебе респект за это спасибо максим держитесь цб запретил открывать короткие позиции ну в принципе логично с их стороны потому что понятное дело западный мир сейчас не может наложить санкции в полной мере потому что они энергетически зависят европа зависит энергетически от россии вот и путин это прекрасно понимает то есть хоть он и диктатор я не хочу преуменьшить его умственные способности мужик он явно умный вот поэтому и прекрасно понимает что это может быть просто пойти то что мы сейчас видим это только начало если сейчас не заглушить это самом начале то неизвестно во что это при вы перерастет в будущем то есть это у россии есть потенциально очень сильный союзник китай который сейчас по всей видимости под эту всю шумиху решил захватить тайвань то есть как бы начинается такое пока все начинается с маленького знаете с небольшого раз китай тайвань захватит россия захватит украину или нет ну по крайней мере явно пытается вот вряд ли победа с их стороны будет способствовать тому чтобы эти люди остановились очень сильно в этом сомневаюсь я думаю что победа только раз задорит аппетит и дальше какое-то союзное объединение видите там талибы уже являются союзниками россии ну прекрасные да союзники сегодня у путина вот это так на секундочку с каких-то пор террористические организации у нас стали друзьями народа ужас это уже говоря о союзниках да еще в придачу о белоруссии о венесуэле и так далее это говоря о пятерке развитой развитие которое тебя смущает речь идет про пятую волну в пяти волновой структуре 2019 года или более глобальной 2013 пяти волновая структура с конца 2018 года да именно речь об этой пяти волновой структуре но дело в том что более крупная на степень тоже пяти волновая структура которая началась вообще с самого зарождения биткоина она тоже будет завершаться как раз таки после завершения этой пятой волны поэтому я ожидаю чрезвычайно глубокий и мощный медвежий рынок на всем во всей криптовалюте уже после финального подъема то есть это согласно волновой теории так там не пропадай круги в теле конечно круто детально хотел бы больше длинных видосов ну знаете я стараюсь не пропадать но бывает просто ну нечего добавить до цены и сильно не меняется того чтобы добавить на текущий момент я пока что держу свою короткую позицию стоп-приказ держу там же на уровне 42 800 ожидаю что будет еще дальше происходить падение но я всегда могу ошибиться поэтому на то и нужны и стоп-приказы смешно как глупый человек который пять дней назад не знал что такой индекс двух женсов вдруг ночью начал давать советы по фондовому рынку ну во-первых игорь геннадий я всегда знал что такое промышленный индекс доу джонса и я очень много литературы об этом прочитал единственное что я не торговал на нем никогда вот но это не мешает мне проводить волновой анализ и такой глобальный я конечно не знаю краткосрочную краткосрочное поведение она им на этом индексе но глобально всю его историю лично я во время изучения волновой теории которая создавалась под доу джонса изучил всю его историю начиная с 1897 года то есть я буквально по годам изучал движение доу джонса поэтому я наверняка знаю гораздо лучше большинства людей как движется доу джонс глобально и как раз таки глобальный анализ и вчера и позавчера проводил что будет со ставкой фрс не знаю с учетом новых геополитических элементов таких вот ну как говорят аналитики шансы на подъем в марте составляет 50 на 50 может но если в марте не поднимут вы должны понимаешь его обязательно поднимут тогда на следующем заседании всего будут в любом случае поднимать потому что инфляция наверняка будет нарастать с учетом того что растут цены на энергоносители из-за из-за геополитической обстановки в мире из-за войны и так далее то есть рост цен на энергоносители будет провоцировать рост цен на продукты что будет отражаться на инфляции вот раз инфляция будет продолжать нарастать то с ней будут продолжать бороться учитывая то что начиная с марта месяца будет последнее уже вливание финансовое вливание в экономику дальше уже будут только деньги из экономики изымать вова все правильно делает но тебя можно понять это сам украинец а по поводу диктатора твое мнение не надо за всех говорить что прям все так считаю вова еще тут диктатор все его действия об этом говорят я из москвы у нас все так считают не пизди ну вот просто владос наверное где-то из какого-то маленького городка у него интернет плохой наверное хватает только коммент оставить ну или просто ему больше нравится формат телевизионных передач вот который он в основном смотрит и я не знаю чем думают на самом деле такие люди но имеют ли они право на мнение свое да имеют да имеют но оно на мой взгляд очень поверхностное я еще раз повторю эти люди находятся у себя дома в теплых квартирках возле них не взрываются бомбы украинцы тоже я вот сейчас тоже до последнего не верил я не голову просто не укладывала что такое может быть а вот сейчас текущий момент по киеву ездят русские танки ну или не ездят я не знаю как там обстановка но по крайней мере хотят поездить по киеву судя по тому чисто слоянского имени и фамилии ты тогда можешь за всех москвичей говорить но я во всяком случае говорю я знаю очень много москвичей это очень образованные умные ребята большинство из них подавляющее большинство из них признает что путин является диктатором потому что москвичи имеют а хорошее образование б достаточно высокий уровень жизни который позволяет им задуматься хотя бы на минутку до отвлечь от вопроса выживания ну и цели просто хорошие люди вот поэтому они соображают кое-что и действительно большинство москвичей которых я знаю если не брать в расчет людей там пенсионного возраста там 50 лет и старше 60 лет и старше которые просто не умеют пользоваться интернетом то большинстве своем эти люди имеют доступ к информации способны ее анализировать у них есть на это способность у них есть мозг и они делают выводы и действительно большинство москвичей не любит путина это правда это правда но им ничего не получится вот сергей поляков я из питера фашисты будут наказаны ли тебе напомнить как убивали детей в донбассе как как и ваш вояка обещала танки по красной площади кататься как вы орали москаляку на геляку и зиговали как с ветеранов срывали награды обещали 10 тысяч евро за убитого раз господи но у сергея конечно крыша совсем поехала насмотрелся пропагандистского телевидения эти у меня в украине очень много друзей с российским гражданством с русскими паспортами много реально у меня жена гражданка российской федерации мы с ней объездили всю украину и нигде не она не я мы не говорим на украинском языке я сам украинский язык плохо знаю ну я его понимаю прекрасно поговорить мне на нем сложно я на нем не говорю потому что я не люблю суржик то помесь украинского русского языка я люблю чистый язык вот я говорю на том языке которому я привык и говорю на русском языке на нем учился вот у меня вся родня на русском языке говорит но я всю свою жизнь живя в украине путешествие по украине везде и на западной украине в том числе и во львове его на франковске всегда говорю исключительно на русском ни разу в моей жизни не было такого чтобы мне кто-то что-то за это сказал а то что наверняка такие единичные какие-то случаи были, наверняка, знаете, в семье не без урода, у нас тоже дебилов хватает. И наверняка какие-то были моменты единичные, за которые, естественно, прицепились пропагандистское, зацепилось пропагандистское телевидение. Ну вот поэтому, поэтому вы можете сколь угодно впитывать в свой ватный мозг такую подобную информацию, но я вам по факту говорю, что такой дичи, о которой вы говорите, нет на Украине. Никто там детей не ест, никто там никого не убивает за русский язык, вообще всем похер на каком-то языке ты говоришь. И полно русских граждан живет в Украине, которые, между прочим, просто сбежали от путинского режима, который душит всякое инакомыслие. Вот, это факт тоже. У меня некоторых друзей по беспределу просто в тюрьмы садят. Это лично, да, я знаю эти моменты. Я знаю, например, примерно имею представление, что там творится в ДНР, потому что, когда формировалась ДНР в 2014 году, я был как раз таки в Киеве, я работал в офисе МММ, тогда была такая финансовая пирамида от Сергея Пантелеевича Мавроди. И Пушилин появлялся тогда в этом офисе, я его лично видел, я с ним знаком. Да, он вел политическую жизнь и до этого в Донецке. Ну и, видимо, обстоятельства так сложились, что он просто встал на трибуну, взял слово и, так сказать, территория была свободна, и вот они образовались. Ну и Мавроди тогда моему коллеге по офису, Игорю, написал, что «О, смотрите, Денис захватил ДНР, Донецк, езжайте-ка вы в Луганск». А нас объявили террористической организацией. После чего я сказал «Я ебал это все в рот, собрал манатки и уехал жить в Европу». Вот вам просто коротенькое объяснение, как появляются новые, независимые, так сказать, республики. Они появляются просто в момент, когда, знаете, как оставишь дорогой телефон, например, где-то на лавке, отвернешься секунду на вокзале, а его уже в воришки-то и унесут. Вот то же самое с этими республиками. Я не хочу оскорбить там никого, кто живет в этих республиках, ДНР и ЛНР, но я думаю, что большинство из них признаются, что жизнь их не стала намного хуже. За последние 8 лет ничего там не наладилось. Там процветает бандитизм, это серая зона. У нас очень много друзей оттуда уехало. Кто в Россию, кто в Украину, просто убежали. Там остались только те, кто убежать не в силах. И этих людей очень жаль, лично мне. Вот такой вот политический выпуск сегодня. Я старался говорить на языке фактов. Я никого не хочу оскорбить. Я просто смотрю на то, что происходит и стараюсь нейтрально все анализировать. Но, конечно, эмоции где-то могут мешать. Признаю это. У меня тоже есть эмоции, потому что я переживаю за людей, которые сейчас гибнут на территории Украины. Среди них есть мои... Там живут мои друзья, мои родственники, близкие мне люди. И я действительно за них переживаю. Поэтому извините, если где-то появился чрезмерный эмоциональный окрас. Но даже если стараться абстрагироваться, я считаю, что это все очень неправильно. И то, что вчера началось, это нам еще всем долго придется расхлебывать. Тем не менее, я всем людям желаю мира. Ну и, конечно же, жирного профита. Надеюсь, таких ответов на комментарии больше не будет. Мне самому не очень приятно на такие темы разговаривать. Всем пока и удачи!